Да, всё? Нет, отнимаю. Вот Петров. А, давайте. Всё. Есть. Можно начинать? Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, слышно? Я с вашего разрешения не буду по всему тексту докладывать. Он имеется в сборнике, вы прочтёте. Если появятся вопросы, можно и со мной по почте связаться. Я попробую остановиться на сути того, что в моём докладе изложено. Я, во-первых, поблагодарю организаторов Конгресса, Оргкомитет и Егора Васильевича Пестерева персонально. Он здесь не появился, нет? Вы обещали показать нам? Пока нет. Нет, посмотрите. По-моему, чётко работает. И я увидел даже свои предложения, учтёнными в проекте меморандума, который зачитывал Ярослав Григорьевич. Я согласен с тем, что тут нужно выдержать некоторые дипломатические такие вещи. Но лично я от этого свободен, поэтому в моём докладе звучит очень резкая критика. Это персонально в адрес президента Российской Академии наук Осипова и его вице-президента и ректора МГУ Садовничева. У меня на это есть личное основание, опыт большой. Я здесь не буду на этом особо останавливаться, поскольку это можно прочитать в докладе. Но моё твёрдое убеждение, что пока представители вот этого образовавшегося сообщества будут у руля отечественной науки, сдвигов положительных в ней не будет. Поэтому, хотя и сейчас в меморандуме нет персонального требования, но я считаю, я вот сам лично считаю, что мы вправе потребовать немедленной отставки этих лиц от руководства. Ну, для этого есть, конечно, механизмы, эта Академия наук сама должна, прежде всего, к этому прийти. Но это 20-летнее пребывание, неизменное пребывание этих лиц у руля академической вузовской науки, это потерянное время для науки, и его пора эту эпоху заканчивать. У нас сейчас речь идет об очень сложных вещах, где дискуссия действительно вот с представителями официальной науки очень трудна, поскольку они упорно стоят на своём, и доказать что-нибудь невозможно, поскольку всегда следует такое довольно решительное сопротивление. Нет, всё правильно. Я, хотя по профессии военный ранинженер, но постепенно пришёл к самым простым элементарным вещам, где очевидны ошибки нашей официальной науки. И полагал, обращаясь и лично к Осипову, и к Садовничеву, на протяжении нескольких лет, слал им свои работы, письма, обращался, и как-то поначалу ожидал просто встретить благодарность. Спасибо, мы учтём. Но результат был совершенно, так сказать, неожиданно для меня. Меня, наоборот, обвинили в шарлатанстве, в мании, и прочее. Так, вот я хочу... Простите, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Да, так-то да, я думаю, в докладе всё уже есть, вернее, в списке есть. Петров Анатолий Михайлович. Спасибо. Петров Анатолий Михайлович. Я уже сказал о своей профессии. Вот я начну. Почему теперь я назвал свой доклад, именно почему я к Эллеру пришёл. Действительно, есть два направления развития методологии, исследования динамических систем и математического аппарата, которые идут от Эллера. Он действительно в силу своей гениальности, только подумать тогда, в XVIII веке, такие сложные вещи. Уверенно, так его читаешь работу, удивляешься уверенным владением дифференциальным исчислением решению. Ну, за любую задачу он брался и находил действительно решения самые разнообразные. Но, теперешняя официальная наука, вот я в докладе там разбираю, то во время чествования одного из юбилеев его работы поднимались. Ну, поднимались крайне односторонне, на мой взгляд. И вот это разделение методологии аппарата, которые до конца XIX века, они шли параллельно, разрабатывались. Но в конце XIX века одно из направлений было резко свёрнуто. И осталось у нас вот сейчас то, что мы имеем. Я её называю, хотя называют, говорят, векторной алгеброй. На самом деле это векторно-тензорная алгебра, поскольку здесь любой операции дифференцирования уже переводит вектор в тензор и дальше повышает только его ранг. И сами, собственно говоря, векторы тоже трактуются как тензора первого ранга, а скалярные величины как тензора нулевого ранга. Вот я беру... Сейчас, включилось, да? Сейчас. Как тут нам... Одну задачу. Так, а ну-ка. Нет. Войной щелчу. Да-да-да-да, я... Нет, сброси, сброси, сброси. В любом месте поля щелкните. Ага, есть. Вот так, да? А теперь... Войной. А, вот так. Вот возьмём так называемую кеттлевую задачу. Классическая задача. Хотя Эллер разбирает здесь и нормальные, и тангенциальные силы. Так что это более общая задача. Но тем не менее, как частный случай, вот приходит и к этой задаче. Вот я разбираю пять, так сказать, беру теперешних трактовок. Первое. Эллер сначала рассмотрел эту задачу на действительной плоскости. Так это переводится правильно. Ну вот здесь, видите, длинные, длинные, значит, фигурируют тригонометрические функции. И в конце концов, получается, вот видите, такие два уравнения. Чем интересно вот это подходит? Посмотрите. Это вот обычное, так сказать, энергетическое соотношение. А это, ну, центробежная сила, это тоже, так сказать, вторая сторона. Так сказать, два уравнения. Видите, Эллер видит, что одним только сведение к энергии, к изменению энергии движение не описывается. Нужно обязательно рассмотреть вторую сторону. И вот теперь посмотрите. Эллер же брался, видел, что необходимо... Сейчас я испытываю некоторые даже неудобства. Сейчас приходится говорить о вещах, которые в конце 19 века преподавались в школах Европы. И знали школьники. А теперь я с этим адресуюсь к нашим академикам и встречаю полное, так сказать, непонимание, отпор. И говорят, что это нам не нужно. В конце 19 века действительно посчитали, что любое движение плоскостное можно рассмотреть на действительной плоскости. А любое пространственное можно рассмотреть тоже в трех координатах действительных осей Декартовой системы координат. Между тем, вот посмотрите, по Эллеру, та же самая задача решается с его помощью. Формула, которую она разработала, знаменитая формула, переводящая трагерметрические функции, функции экспоненциальные. Решается всего в два действия дифференцирования. Та же задача, посмотрите, целая страница, в которой не видно смысла, поскольку идет математика сплошная. Только в конце видно, что он получает. А эта же самая задача решается всего в два действия. Но это не только простота. Значит, необходимость введения второй мнимой оси – это не просто чисто математический прием, упрощающий математику. Нет, это переход от Декартовой системы координат к представлению комплексного числа как модуля и фазы. Но это дает большое преимущество для адекватного рассмотрения более сложных движений. А если же мы рассматриваем такие трехмерные движения, как гироскопический эффект, движение волчка, то, что мы сейчас видим в учебниках, это опять тензорная алгебра, она не дает адекватного описания. Я к этому попозже еще вернусь. А теперь посмотрите еще следующее. Так, вот я смотрю дальше. Дальше тогда опять это сбрасываю. И перехожу. Еще у меня в запасе еще три решения есть. Вот посмотрите, как эта же задача решается. Ландау-Лифш, механика. Пожалуйста, здесь. Сразу задача двумерная сводится к одной функции. Видите, это, собственно говоря, получается, да, общая форма. Выводится, ну, сводится, одним словом, к оперированию двумя скалярными величинами. Вот это получается некоторая сложность. Ну, считают, что это простительно. Почему у нас любое движение по эллиптической орбите получается с отрицательной энергией? Ну, казалось бы, что тут особенного? К отрицательной энергии. Спутник движется с первой космической скоростью, огромной, так сказать, 7 километров в секунду. Если массу умножить, получается, конечно, огромная величина. И энергию свою передает, сгорая в атмосфере в виде огромного свечения, перехода в тепловую энергию. У нас по этим формулам получается энергия любого тела, которое движется в политической орбите, отрицательной. По параболе долевое и по гиперболе только положительное. И вот, смотрите, как предлагают решать ту же самую задачу наши математики. Арнольд, Козлов, Виштаг. Вот, смотрите. Они предлагают, видите, решать Кеплеру вот это довольно сложное уравнение. Ну, так Кеплер рассчитывал. Другого пути у него не было, но он затратил массу труда. Да, это героический подвиг, и открыл свои законы. Но сколько прошло времени, неужели мы только даже и так решали. Вот я посмотрел, уж извините за нескромность, по Петрову. Здесь это движение, эллиптическое, сводится к колебательному процессу. Ну, вернее, даже точнее, к двум круговым движениям, где все эти вопросы решаются достаточно просто. Значит, это более подробно в моем докладе написано. В других работах на них можно сослаться. Это в качестве иллюстрации. А вот теперь возьму уж совсем вопиющий пример. Задача об осцилляторе. Я когда через президента страны только добрался, до президента нашего Академии наук Осипова, он отправил мою работу с этим критическим замечанием в адрес Иландау Лившица, отправил в Институт общей физики Прохорова. Оттуда мне пришел ответ. Ключевая фраза такая была. А вы что, умнее всех? Если бы такая задача об осцилляторе имела ошибку, то ее бы обнаружили даже студенты и аспиранты во время подготовки к экзамену. Вот у студентов и аспирантов задача не как сдать экзамен, получить оценку, а как выискать. Конечно, студенты и аспиранты, а, кстати, прошло уже 40-го года, это все фигурирует в учебниках. И действительно, никто из студентов и аспирантов почему-то не заметил. Но когда обращают внимание на это профессионалов, то они, видимо, уже честь мудира защищают. Посмотрите. Уж казалось бы, с чего проще этот силовой баланс, да? Посмотрите, здесь все ясно. Вот решение полностью. Я беру основные гармоники. Здесь, ну, предельно все четко и ясно. Видите? Вот координата. Она растет, ну, в отсутствии диссипативных потерь, а всегда переходный процесс идет в начале. Всегда до какого-то уровня он идет. Вот так можно его идеализировать. И вот здесь получается линейный рост амплитуды. То же самое и скорость. Там есть вторая, но она пренебрежимо мала, поэтому оставляем только линейно растущие. Вот кинетическая энергия, тоже очень просто. Видите? Кинетическая, потенциальная. А общая энергия, она растет от времени. Чисто, квадратично. И вот работа внешней силы и так далее. Посмотрите, что делает с этой задачей Ландау-Лившиц. Пожалуйста. Они говорят, нет, надо исходить из энергии. Вот это энергия кинетическая, потенциальная. И вот сюда добавим мы еще потенциальную, которая учитывает внешние воздействия. Переводит внешнюю силу во внутреннюю. И у них уже нет никакого энергетического баланса. У них все силы внутренние. Получается, вот эта величина потенциальной энергии, она растет-то линейно. Смотрите, это линейно, это постоянно. Значит, она не отражает никакого процесса реального. Поскольку реальный процесс растет, энергия растет по квадратичному закону, а здесь по линейному. И вот это, пожалуйста, вот это противоречие, да, ну и вывод посмотрим. Вот против этого возражает наша академическая наука. Так, перехожу дальше, экономим. Смотрите, ну это же абсурд. Ну, если будут вопросы, отвечу. Значит, и так, по Ландау-Лившицу. Ну, во-первых, нет. Ну, все тут написано. Не буду на этом застрять внимание. Идем дальше. Так, вот теперь очень важный вопрос о трехмерном движении. Задача, вращающаясь в волчке. Эйлер. 250 лет уже прошло, как задача поставлена. Вы знаете, что есть три частных только случая. Волчок Эйлера, Лагранжа и Софья Ковалевская, получившие премию Академии Парижской. А общего решения нет и, видимо, быть не может. Потому что задача о вращающейся волчке сначала, с самого начала поставлена, ну, я осмелюсь в Аверсе Эйлера сказать, некорректно. Почему? Потому что, посмотрите, вот его уравнение, три. Здесь все моменты инерции, вот все силы, они равноправны совершенно. Ну, как только тело начинает раскручиваться, все остальные моменты инерции в тензоре присутствующие, они уходят на второй план. Значит, возникает гороскопический эффект, и только он становится главным препятствием для поворота плоскости. Получается, что Эйлер ввел, сам Эйлер ввел, при осмотрении этой задачи, движение твердого тела, ввел новый класс векторов. Это вектор, который, который, вообще говоря, корректно описывается, только можно описать линейными, через линейные вектора, вот тот же вектор угловой скорости, но тут нужна операция векторного деления, которой в обычной тензорной алгебре нет, не предусмотрено, считается ненужной. Все, да? Постараюсь закончить, уложиться. Вот здесь, пожалуйста, поэтому и нет решения этой задачи, поскольку она решает не задачу волчка, она решает начальный самый период, это, так сказать, движения твердого тела. Тогда же задача обращаясь в волчке, это задача поворота волчка, в каком? Уже в расключенном виде. Так, ну, я тоже осмелюсь предложить вот такой. Поподробнее можно будет посмотреть. А, вот в ландау это безобразие сплошное. Вот это то же самое. Посмотрите, разлагается. Значит, эти векторы не подлежат разложению по ортогональным... Значит, вектор угловой скорости, в вращающий момент, он не разлагается по координатам действительно оси. Значит, он имеет ось, это мнимая ось, это его ось вращения. Если мы говорим о трехмерном пространстве, это обязательно квадронион, три мнимых оси, три векторных оси. Не разложим. Вот здесь получается. Здесь тоже показано, каким противоречием оно подошло. Видите, посмотрите. Вот его опровержение. Это абсурд, который преподается студентам под видом науки, что касается вращения волчка. Ну и дойду к последней, покажу. Еще свой личный опыт. Уже, извините, тоже придется продемонстрировать. Вот очень простое решение в квадронионах. Подробности не буду рассказывать. Во всяком случае, это очень простое. Это некоторое обобщение. Тот же самый вариант осциллятора, только в трехмерного, волчок вращающийся. Как Кеплева задача, это осциллятор плоскостной, а здесь трехмерный. Итак, моя основная претензия к теперешней науке, что полностью преданно. Московская математическая школа замкнулась в рамках функции действительного переменного. И преподается так теория операторов во главе с ректором Садовичем, который преподает только в рамках теории функции действительного переменного. Многомерный анализ получается. Вот на этом примере волчка видно, что он неадекватен. Так, ну и последнее, что я... Заканчивает, да? Хорошо. Я просто продемонстрирую, что это не чисто математические упражнения. Я столкнулся с этим, получив отказ от Роспатента на предложение. Половая конкретное. Гравитационная энергетика, безопорные движения. Есть уже и положительный опыт. На Западе есть патенты, во Франции патентуются такие работы. У нас в 97-м году мне дали отказ. Сказали, идите в Академию наук. Там еще и... Вот там я туда и попал. Значит, здесь... Сейчас, да, я покажу. Вот такой эффект, посмотрите. Значит, он математиками уже исследован. Вертикальная гравитационная сила, без снижения потенциала рабочей массы, дает эффект горизонтального движения. Это прямой эффект получения гравитационной энергии, которая неисчерпаемая и так далее, и так далее. Это... Да. Вот это вот была и тема моей заявки на изобретение. К сожалению, сейчас она уже патентуется и реализуется в других странах. У нас всего этого нет. Так. То есть, речь идет о том, что сейчас наука официальная стоит преградой на пути развития новых перспективных направлений. И последнее. Я хочу сказать, что я все-таки вынесу вот сюда предложения, которые я бы... Это мои личные, я считаю, они частично вошли в меморандум, который зачитал Рослав Григорьевич. Но вот этот первый пункт, я на нем настаиваю, что пока во главе науки будут вот эти люди, у нас ничего толкового не будет. Я на этом закончил. Пожалуйста, готовы ответить к вопросу. Какие есть вопросы? Пожалуйста. Мне можно к доске? Я подготовлю вопрос. Пожалуйста. Слушай. Вы сказали, что решение уравнения не существует. А вы не смотрели, что назад вышла, или это тайна Леонарда Эйлера? Николай Чука. Нет? Еще. Аня Кичук. Аня Кичук внимательнейшим образом прочитал. Во многом с ним согласен. Но он на Кватернион, к сожалению, не выходит. И поэтому тоже не получается. Так, еще какой вопрос? Это не Леонарда, но решение-то на где-то. Я считаю, что у него это решение все-таки не содержит... Ну, мягко скажу, что он на правильном пути, но до конца, мне кажется, он не дадим. Хорошо, я хочу сказать, что я докладывал меня здесь, но я тоже решал это уравнение. Давайте его оставим. И на то решение могу вам как-нибудь продемонстрировать. Спасибо. Если дадите ссылочку, я с удовольствием... Ну, а Аня Кичука я внимательнейшим образом от начала до конца посмотрел. Ну, у него там решение на где-то, а еще дополнительное решение, еще другое я еще указал. Ну, только скажите, в каких терминах, какой методолой какого математического аппарата? Если это векторно-тензорное, там адекватного решения не будет. У Ник... Аня Кичук... Хорошо, я вам пока... С удовольствием. Спасибо. Я не на сто процентов... Так, вот у меня вопрос такой. Вот у нас есть эллиптическая орбита такого книги. Так, допустим, там кометы. Я сейчас. Так, когда в Пенере у нас идет по направлению, так сказать, к Солнцу и, так сказать, движение в инерции 90 градусов. Потом, когда мы переходим в точку А, вот этот вот, у нас угол от 90 градусов меняется до альфа. Так, после перехода вот этой точки у нас альфа один. Угол обязательно растет. Здесь он от 90 до альфа меняется. После этой точки начинается увеличение вот этого градуса. То есть нарушается как бы вот это вот логическое движение. Почему угол начинает увеличиваться? Или какая-то сила уменьшается. Действие природы силы, который начинает тенденцию менять. Меняется именно тенденция. Угол уменьшается. Чего тенденция? Тенденция изменения угла. Вот дело у нас что? У нас же сила гравитации, да? Да. Еще какая сила? Образует альфа-раптическое движение. Сила инерции? А это в другой вообще. Сила инерции. Нет, взаимодействие некоторое идет. Это касательно там проведения. Здесь взаимодействие нормальное и тенденциальное идет взаимный обмен энергиями. По-моему, так. Правильно? Нет, ну взаимодействие. Вот смотрите, у кометы, у нее скорость 5 сантиметров в секунду. 5 сантиметров. Вот здесь у нее 500 километров в секунду. Правильно. То есть, Солнце притягивает к себе, как к комету, вся ее скорость, это производная от силы притяжения ее. И получается так, что вот Солнце, вот до сюда все вроде логично, оно притягивает и дальше должно притягивать. А дальше логика почему-то нарушается. Почему-то она, сила гравитации должна также увеличиваться, поскольку все ближе и ближе. И угол этот должен продолжать уменьшаться, а он не уменьшается. Вот кто-то, кто знает логический ответ на этот вопрос? Давайте я попробую. У меня он есть, но согласно моей чему. Можно так сказать, это очень интересный вопрос. Я им занимался, у меня для этой темы есть. Хотя, ну я коротко скажу, чтобы было пища для разрушения. Вот что такое процесс эллифтического движения. Можете где-то это... Пожалуйста. Да, коротко скажу, да, пожалуйста. Вот, смотрите, вот исходное, исходное круговое движение. Радиус, это равен параметру орбиты. Теперь, смотри, это движение характеризуется с каждой точки, оно характеризуется триадой. Ну это, допустим, х-координата, это скорость, это ускорение. Вот такая. Ну, чем мы назовем, какой буквой? Довольвая. Ну, а, ладно. Вот. Вот это тройственное, видите? Значит, в любой точке, соответственно, это тройственное. Теперь, когда идет, ну, данный импульс, допустим, дополнительный импульс, может быть, скорости, может быть, координата, одним словом, возникает еще одна триада. Параллельность, точнее. Смотрите, это сюда идет, вращаясь, допустим, вот так, по ходу. Возникает еще одна триада, назовем ее В1, Х2 и А2. Она, значит, в неподвижной системе координат, она будет неподвижной. А если наоборот эту затормозить, то есть взять, совместить с телом, с тем координат, это будет вращаться в эту сторону. И вот посмотрите, эти две триады, они вот так друг друга, так сказать, перекрывают частично. И тогда получается, что в некоторых, вот, где перигей и апогей, значит, получается, координаты суммируются, скорость суммируется, вот. И ускорение, соответственно, там, наоборот, уменьшается, наверное. Они встречно крутятся. И иногда поступают в фазе, иногда в противофазе. И получается, что это два равномерных... То есть суммируются два процесса, которые, из которых имеют свое направление. Да, но дело только еще, что почему. Тут ведь время идет неравномерно. Идет в перигере, идет время очень медленно, здесь очень быстро. Для того, чтобы время шло равномерно, для этого у нас уравнение конического сечения, оно подсказывает нам, как это можно сделать. Вот тут косинус f, да? У нас есть ведь здесь, в любом эллиптическом движении, есть секториальная скорость, которая остается постоянной. Вот секториальную скорость или удвоенную скорость, тогда будет момент импульса, ее взять в качестве обобщенной угловой скорости. И тогда весь процесс становится равномерным, процесс равномерного вращения. И тогда эти взаимодействия в двух... Уже на ответ уже получен. Я тогда... Если у вас есть какие-то вопросы еще. Да, и замечу еще. Когда мы так рассматриваем процесс, то получается, что мы можем заметить, что внешнее воздействие приводит к увеличению этого параметра. И я сам посмотрел источники, посмотрел, есть ли стремление к увеличению эксцентриситета планет. Оказывается, все эти большие оси, они перпендикулярны направлению на центр Млечного Пути. О чем это говорит? О том, что поскольку эксцентриситета малый, значит, наша Солнечная полная система еще очень молода, а внешнее гравитационное поле увеличивает эксцентриситет, вот этот параметр. Значит, при таком рассмотрении есть возможность провести более тонкий анализ, более тонкие наблюдения и построить более глубокую теорию. Но получается, вопрос остался. Есть там суть. Вопрос остался. Давайте, подождите, давайте эти вопросы обсуждения нужно или там обсуждать, или свободно отработать. Поскольку я не буду участвовать в обсуждении, я еще скажу ответ товарищу. Значит, здесь получается такая картина, что такое сложное движение, что здесь вот эта часть этой энергии, которая радиальная, она передается в виде изменения в кинетическую переходит. А потом, поскольку центр кривизны не совпадает с центрами, вы понимаете? Не совпадает. Не совпадает. Поэтому и получается, то тормозится движение, то такое сложное движение. Взаимодействие. Потом попробуем все обсудить. Радиальная энергия. Нет, но какими обмен энергиями? Здесь или сила гравитации, или сила энергии. Какой еще обмен энергии? Еще энергии много. Это не микромир. Нет, вы понимаете, что... Это такой же микромир, как и все остальное. Нет, дело в том, что здесь... Какая разница? Интересно, вот она, по своему радиусу, так? Дело в том, что сила гравитации, она сразу распадается. Ну, когда круговое, то понятно, что тут только, видите, никакой радиальной нет. А когда есть эллиптическое движение, то она распадается на две. Одна радиальная, а вторая на центр кривизны, который не совпадает с центром притяжения. А раз он не совпадает, то сюда идет, то с этой стороны, то он тормозит, то ускоряет движение. Почему не совпадает? Вот эта вот сила инерции и сила энергии... Дайте любой дополнительный. Мы констатируем, что она не совпадается, а природой силы, которая вот начинает менять тенденцию, она же получается непонятна. Почему непонятно? Как только вы даете дополнительный импульс... А чем, кто выдает дополнительный импульс? Ну, как создалась система, я не знаю. Это действительно трудный вопрос. Мы сейчас смотрим... Это вопрос простой дискуссии. Если взять планетную, Солнечную систему, то гравитационное притяжение для нее возмущающей силой является, которая создает резонансный процесс, увеличивающий эксцентриситет. Вот вам один из примеров. Сначала были круговые орбиты, допустим. Теперь под влиянием внешнего, гравитационное наше притяжение галактики, эксцентриситет растет. Это один из факторов. Может, есть другие? Они могут притягиваться в одну сторону? Почему они потом опять отлетают дальше? Нет. По направлению вращения они перпендикулярно направлены к возмущающей силе. Ладно, есть еще вопросы? Вопросов вроде нет. Ссылки там есть. Следующий доклад.